В администрации городского округа Люберца провели круглый стол по вопросам работы общественного транспорта и организации парковочного пространства. Во встрече приняли участие жители, представители администрации и компаний-перевозчиков. В ходе заседания участники круглого стола обсудили предстоящие работы по оптимизации движения общественного транспорта. А также заслушали проекты организации парковочного пространства на проспекте Победы и новых микрорайонов Люберца-2015 и Люберца-2016. 7-й, 8-й микрорайон. Это первое. И второе – это самолет. Что там, что там. Настроено жилье. Парковочного пространства, соответственно, у нас там не хватает. Было принято решение в срок до 1 июля утвердить план работ по организации парковочного пространства на проспекте Победы. Компания «Самолет Девелопмент» в срок до 15 августа обязуется организовать бесплатную парковку на 100 мест на улице Вертолетная. Также было принято решение ограничить стоянки в рабочие часы. Ночью машины стоят, люди приехали, машины стоят. Утром, там определимся, с 8 утра до 19. Машин там не должно быть. Это связано с тем, что мы должны приводить территорию в порядок. Люберчане высказали свои замечания и пожелания по работе автобусов, маршруток и остановок общественного транспорта. Маршрут должен быть регулярный. И он должен быть соизмерим с какими-то другими вещами. Пешая доступность. Можно и до Выхина пешком дойти. Вопрос времени. Если ждать маршрут, если 501 будет ходить раз в 4 часа, значит все пойдут пешком до Выхина. Но, слава богу, он пока ходит чаще. А «семерка» ходит ровно столько же, сколько идти пешком. На совещании обсудили варианты решения проблем с перевозкой пассажиров по маршрутам 501, 870 и 31Б. В любом случае, все, что будет происходить по общественному транспорту, мы просто сейчас в такое время живем, оно будет происходить, исходя, конечно, и определенных экономических возможностей предприятий, которые обслуживают наш городской округ. Эдуард Зигалов предложил люберчанам создать единую группу в любой соцсети, где горожане смогут оперативно сообщать властям округа о проблемах с транспортом и парковками. По итогам совещания было принято решение провести мониторинг работы общественного транспорта и создать рабочую группу с участием жителей городского округа Люберцы. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.